Сережа, привет! Я рада тебя приветствовать на фоне этого пресс-вола, но уже в качестве спикера и эксперта дизайн-конференции. Расскажи, пожалуйста, о своих успехах, чем студия «Однушечка» занимается сейчас. Студия «Однушечка» занимается сейчас, наверное, перезагрузкой, потому что мы, с одной стороны, не хотим оставлять тему «Однушек» и хотим усилить, наверное, позиции блога, сделать его более интересным, более насыщенным, но, с другой стороны, мы сделали такой небольшой шажок совсем в другой сегмент, и нам там понравилось. Поэтому мы все усилия, именно пиар, наверное, мы направляем на то, чтобы закрепиться, чтобы получить похожих заказчиков, чтобы создать себе качественный, крутой видеоряд. Наверное, поэтому мы участвуем в конкурсах, публикуемся и продолжаем сниматься в «Квартирном опросе». Я, кстати, вспомнил, что я не рассказал на конференции. Я вот в плане «Квартирного опроса», мы же все изучаем, анализируем, как вы. Я заметил, что очень многие дизайнеры и поставщики, и подрядчики, они вообще не понимают, зачем они там участвуют. Почему участвуют? Мы делаем таргетинг, то есть мы поставили себе цель на определенный сегмент, на определенный визуальный ряд. И мы там поставили цель сделать все помещения. То есть у нас есть ванна, у нас есть гостиная, есть спальня. Из этого вы соберете как пазл в одну квартиру. Делилась кухня. Ну, не то, что пазл, мы просто выставляем их в примерно ровном визуальном ряде. И там, ну, плюс еще детское, но что-нибудь понаделаем. И мне «Квартирный вопрос» нравится именно тем, что ты можешь реализовать свои идеи без участия заказчика. Отстоять их, повоевать, но реализовать. Ну, с другой стороны, может быть, те дизайнеры, которые делают очемелые проекты, они и ставят цель найти себе очемелых заказчиков. Тогда это, ну, правильно, да, имеет место быть. Не забыл вопрос. Ты же меня подчикаешь. А, все вспомнил. Остаем на исходную. В прошлом году ты очень вдохновился выступлением Александры Федоровой. Вот скажи, пожалуйста, а как-то вот за этот год ты применил что-то, что она говорила, или познакомился с ней ближе, взял какие-то от нее советы? Вот просто. Я, наверное, стал еще более детально относиться к работе. И мне, в принципе, всегда нравился архитектурный подход к дизайну, но я стал его, скажем так, более усиленно изучать. И в каждом проекте мы и так их стараемся сделать непростыми, с какой-то идеей, с решением каких-то задач, но тем не менее, ну, с какой-то изюминкой. А сейчас я, ну, все задачи себе ставлю такие, чтобы в проекте была, чувствовалась какая-то логика, чтобы он мог раскрутиться, чтобы человек посмотрел и понял, что вот эту вот штуку мы поставили не просто так, что вот она играет своеобразно. В связи с тем, что вы выходите на VIP-уровень, и все-таки там, я думаю, ну, планируйте, развивайтесь. Ну, я бы не сказал, что мы прямо выходим. У нас вот есть один хороший заказчик, мы с ним работаем. Ну, по крайней мере, ты говорил, что вы планируете это делать. Будет ли какая-то реструктуризация внутри компании? Возьмете ли новых? Да, конечно, мы этим занимаемся, да. Ну, расскажи, открой секретики, что делать? Ну, мы, ну, как что делать? Мы работаем, то есть, я понял, что довольно сложно с сотрудниками, в плане с исполнителями, и что проще всего их научить. Поэтому мы, первично мы делаем струклирование самой студии, и, что называется, там, упаковкой, отладкой сейчас этим занимаемся, чтобы у нас все было по полочкам. А второе, чем мы планируем заняться, делать внутреннюю систему обучения только для нас. То есть, мы не будем ее выставлять на показ, она будет внутренней. Она будет готовить кадры без нашего участия, с возможностью дальнейшего расширения. Ну, такие планы. Но расширяться пока не планируете, пока просто только обучиться. Ты знаешь, я не могу сказать, когда. Мне было бы интересно расширение, мне интересно сделать франшизу, например. Поэтому и нужна структурирование, там, оптимизация и своя система обучения. Потому что без всего этого мы не сможем упаковать свой бизнес и продавать его как франшизу. Потому что в идеале там было бы интересно однушечку сделать довольно массово. Конечно. Все для этого есть. Я тебе желаю, чтобы в следующем году мы с вами встретились здесь жить. Ты рассказал о том, как вам удалось покорить Россию и мир с помощью франшизы. Франшизы отношечки. Даешь каждому городу по своей отношечке. Я не думаю, что это так быстро произойдет. Потому что есть сложность в том, что либо ты занимаешься оптимизацией и бизнесом, либо ты занимаешься проектами. Чтобы хорошо сделать оптимизацию, нужно бросить все проекты. Я, конечно, пытаюсь это сделать сейчас, но довольно трудно. Я желаю тебе удачи, особенно с двумя детьми. И это не так-то просто. Спасибо. Маленькими. Рада, что пришла. Приходи еще. Конечно. Спасибо большое. Удачи тебе, твоим партнерам, студии, развития. Ура! Продолжение следует.